друзья приветствую вас всех на своем канале хочу вам рассказать про свою подводную охоту на павловском гэс с моим другом и напарником маратом охота проходила в январе зимой 2022 года тут есть много интересных мест которые я хотел вам показать ну что погнали начинаем и охоту с пятака так называется место возле гэса там не замерзает лед и периодически приезжает туда рыбаки охотятся за окушком но будьте аккуратны за рыбалку рядом с плотиной выписывают штраф и приезжает омон подводная охота здесь достаточно интересная ближе к плотине тут камни множество вершей акуней ну и как видите без сетей никуда да посмотрите какая же мелкая рыба интересно для чего она нужна рыба едва ли достигает размер ладони сеть это было достаточно продолжительная не знаю на скидку метров сорок точно наверное жалко столько мелкой рыбы конечно же резать и возиться с этой сетью не буду пусть это делает рыбнадзор я приехал отдохнуть поплавать но не как подрабатывать рыбинспектором так что друзья будьте аккуратны если вы приедете на подводную охоту на паузку газ то имейте ввиду что тут стоят сети сместился немного поглубже здесь уже ближе к руслу идет течка встретил 1 налима там же были маленькие стирляд очки но и небольшие стайки налимов видимо собираются на нерест глубина тут приличная где плыву порядка 7 8 метров точно и дно как видите усеянные ржами нередко на уфимки можно встретить и хариуса попадаются мне некрупную особи но стрелять их конечно же нельзя по центру уже глубже но тоже каменистая встречаю такое бревнышко и немного углубления решая его немного про нырять и проверить если тут рыба ямка оказалась пуста делаю еще пару нырков встречаю небольшую стайку стерляди но уфимки кстати уже это не редкость такие младенцы стерляди которые запускают слева от меня плывет и марат рыба это конечно же в красной книге стрелять не нельзя поснимал я здесь немного марата тоже плавает с нашей вилочкой конце видео он немного прокомментирует удалась ли охота с вилкой делаем еще пару нырков с ним как видите дно усеяно окунем кого-кого но окуня тут очень уж предостаточно снова я иду тут по руслу встречаю сеть глубина тут тоже около пяти шести метров при зонырах нужно быть аккуратным если попадешь в такую сеть выбраться конечно будет непросто встречаю эту первую щуку делаю выстрел пробах ничего страшного не всегда же попадать вилкой чуть ниже начинается течка посильнее много травы поэтому когда плывете аккуратно старайтесь держаться немного выше и просвечивая ее тщательно так как там может быть крупная рыба трофейный судак налим либо щука пока ничего не было но по пути встречаются маленькие стерлядки глаза радует тут я услышал выстрел от марата рад что-то взял это был первого судак травы конечно тут много поэтому нужно плыть внимательно чтобы мне не запутаться особенно когда вы охотитесь с вилкой немного погодя я встречаю от такого небольшого наливочка конечно же брать его не стал много поснимал он был слишком активен ну а тут вообще получилось снять целую стаю мелкой стерлядки давно я такого не видел на уфимке особенно на павловском гэс смотрите сколько молди стерляди их минимум тут штук 15-20 даже прокомментировал это да такая красивая стайка стерлядь мелочь но уже приятно что появляется на уфимке особенно здесь сверху их палубки красота сделав еще пару нырков нахожу в траве вот такого неплохого судака делаю точный выстрел и беру его спускаюсь ниже по течению тут встречаю завалы бревен бревна тут не редкость раньше конечно рыба было намного больше стояли ези головли крупные налимы сомики судаки встречались трофейные щуки сейчас к сожалению остались только бревна завала конечно тут красивые все равно нужно их исследовать раз на раз не приходится все зависит все таки я считаю от подъема рыбы если рыба поднимается то в завалах обязательно что-то можно будет взять делаю очередной нырок в завале и тут нахожу небольшого головля брать его конечно не стал примерно на грамм 500 700 полголовли как такую красоту не следовать везде бревна камушки явно тут кто-то затаился после завала я свернул немного налево здесь была трава было очень много мелочи раньше этот находил хороших щуку судаков решил проверить это местечко мог сожалению кроме мелочи тут ничего не оказалось меняю место сплава выхожу ближе к центру тут встречаю мелкую стерлядку она походу поднимается прям для самой потяны плыву дальше встречая небольшого хариуса раньше тут были хариусы конечно до килограмма встречались такие экземпляры сейчас почему-то осталась одна мелочь как вы заметили друзьям плавя в маске салмар новых считаю эту маску очень практичный удобный особенно для глубоководной подводной охоты ниже по течению начали встречаться небольшие судачки где-то явно стоят и покрупнее сместился немного ближе к берегу беру я тут неплохого судака чуть ниже по траве друзья встречаю крупную щуку только на нее посвятил как она исчезла как одно мгновение давайте посмотрим еще раз рыба тут уже опытная свет фонаря знает поэтому при малейшем движении света на рыбу особенно глаза сразу же стартует и уходит ухожу в центр и встречаю тут небольшого щенка плавая обычно зигзагом встречаю небольшого налима прятался он видимо охотится ниже по траве встречаю еще одну неплохого судака и точно выстрелом беру щук стало попадаться гораздо больше где то есть однозначно экземпляры покрупнее тут я уже начал внимательно обмерить каждый кусок травы и встречаю тут неплохую щуку как минимум килограмма на три точно давайте посмотрим заметную съемку как я уже еще раз повторюсь свет фонаря отпугивает щуку сразу вот тут видно что щука приличная рад тоже кстати музыка маску саламар новых очень доволен и рыбы стало немного побольше стали чаще встречаться щуки но они были какие-то реактивные поэтому я практически делал выстрел сразу беру одну неплохую щуку килограмм полтора два точно друзья теперь у нашего канала есть специализированный магазин подводной охоты в котором вы можете приобрести гидрокостюмы и жилеты носки и перчатки сумки гермомешки ружья ласты лопасти маски трубки куканы и множество различных аксессуаров для подводной охоты в нашем магазине есть доставка в любую точку россии в описании к видео я оставлю наши ссылочки на группу вк и instagram находимся мы в городе уфа по адресу улица лесотехникума 26 друг 2 приходи и становись подвохом вместе с нами сплавляясь по течению особо рыбы не было вот тут я встречаю небольшого хариуса красивая рыба рядом еще один обычно не ходят стайками был их особо немного до конца маршрута остается метр 200-300 уже плывешь в удовольствие принципе рыбы достаточно но конечно хотелось бы взять трофей и тут такое чувство что как будто где-то есть крупная рыба как аксакал называет это называется чуйка и действительно я встречаю достойную щуку один точный выстрел и она начинает сопротивляться некоторые охотники я знаю что охотятся без катушек и говорят что берут щуки 7 8 9 килограмм конечно же на течение без катушки никуда иначе щука просто разрывает себя сильно она особо не сопротивлялась так как вилка хорошо пробивает сразу блокирует руку и теперь уже точно ничего стрелять не будут такой достаточно неплохой трофей для павловского гэс напоследок удалось взять такую щупу принципе охота я очень даже доволен все как тебе на полус по часа четыре точно да мы плавали на да это точно будем подниматься впереди нас ждет либо заснеженный подъем либо сейчас через дворы пройдем аккуратненько посмотрим как получится все хорошо мы впереди нас ждет достаточно крутой подъем прошло кстати немного через дворы в большую часть пришлось идти в сугробах подъем конечно сложный просто так тут не подняться постоянно проваливаешься в снег еще и приличный наклон поэтому друзья выбирая данный маршрут настраивайтесь сразу по трудовой подъем забрался немного побыстрее марат тоже особо не отставал мы подустали друзья вот в этом году первый трофей хорошая щучка такая взял на свою вилочку целом охоты доволен конечно же первую очередь хотел взять трофей марат ну чё как охота тех ну у меня принципе видно тут можно сказать средние ну неплохие так то хорошего бутылку не взял и средние щучки и сюда дочки не нормально нормально отстрелялся как тебе вилка наших кстати вот делать первый раз поспробовал вилка тема получать я думал что вот рыбу выскальзывают но нет выстрел сразу рыба стоит если большая как бы можете посопротивляться но срывов исхода вообще не было то есть у меня может сказать вот было до 5 выстрелов да и все из пяти то есть ходов не было я попадал четко и рыба не сходила как бы я довольно честно говоря ребят рекомендую единственное что хотел бы сказать да фонарь его светит вилку получится вот это серебристую надо на разокрасить цветом чтобы она не отражала да 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 так все принципе я доволен честно говоря рекомендую ребят самое приятное подводной охоте это хороший перекус на самом деле мы сегодня хотели в другое место ехать там все во льду там вообще лед галима просто то есть нету здесь тоже по маршруту более-менее тихое место сразу чтобы и покрывался начал 13 градусов сразу закрывать даже плывешь допустим там до берега метр-пятнадцать остается нашу гонки начинается нам притом не раз так был шага сон неприятно начинает это не то но дискомфорт дискомфорт понятно рыбу сразу слышит тоже чем-то идет эти моменты прям жестко щука сразу уходит а а а а а а а а Продолжение следует...